Ребят, всем привет! Всем привет! Вы ставили плюсики, вы очень просили, и это случилось. Сегодня у меня вместе со мной ест этот обалденный сутролл моя сестра Маша. Да, всем привет! Вообще, мы на самом деле в шоке, что вам приходится снимать это видео вдвоем. Не приходится, мы очень хотели. Посмотрите, какие вкусные роллы. Здесь 100 штук, ребят. Попробуйте сосчитать, действительно здесь 100 штук. Пишите в комментарии свои ответы. Интерактив. Да, мы сегодня едим роллы. Здесь реальности штук из вкусной суши. Давайте начинать, да? Да. Давайте попробуем. И уже после, потом посмотрим. Давай один из этих. Ну давай. Давай одинаковые пробовать. Да. Наши роллы. Ребят, мы сегодня отвечаем на вопросы. Раз уже на такой семейный макбанг. Все, Катя. Есть, честно. Ребят, вкусные суши нормально. Пока что все хорошо. Вообще вкусно, да? Угу. Ребят, во-первых, познакомьтесь. Маша. Маша, как твои дела? Расскажи. Мои дела хорошо. Я сегодня сдала сессию по истории. Экзамен у Маши был. Да. Экзамен. Я очень голодная. Я ела только утром. Да, ребят, сейчас пять вечера. Я сдала все на четыре. Все хорошо. Да. Маша молодец. Она поступила на первый курс. И у нее был сегодня первый экзамен. Ребят, пробуем еще один. Такой. Этот? Да. Все, мы разошлись. Ребят, вкусный суши норм. Вы задавали вопросы. Я попросила. Сегодня разместила пост. Попросила задать вопросы. Давайте начнем. Один был общий вопрос. Вообще, как мы с сестрой ладим. Про наше детство. У нас большая разница достаточно. Восемь лет. И, ну, как бы, когда Маша родилась, у нее было восемь. А когда я была три, мне там было, сколько? Одиннадцать. У нас немножко разные были степени развития. Но у нас с тобой были очень хорошие отношения. Да. Особенно я всегда секреты хранила. Мои секреты, да. Она всегда хранила. Ничего не рассказывала никому. Знаете, такой, как этот. Штирлиц или кто? Такой, что хочется сказать, кстати. Штирлиц. Да? У нас, кстати, очень часто мысли сходятся. Угу. 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 Владель. Топ. И, как бы, мы по-сестрински, ну, всегда бесились, дружили. Но, так как мы были, у нас большая была разница в возрасте, мы, ну, знаете, мы там не могли вместе гулять, да, там, во дворе. Потому что у нас большая разница. Потому что у нас большая разница. Вот. Мне кажется, даже нет такого случая, да, что мы поссорились. Повода не было. Никогда. Ну, потому что мы были, наверное, из-за возраста, потому что я была старше. И не хотела с нам ссориться. Угу. Да, Маш? Да, Кать? На самом деле мы дрались. Ладно, что это ошибка. Так. Давайте, слушайте, ребят, на самом деле так много вопросов. Спасибо вам огромное. Это так приятно. Жака спрашивает. Жака, привет. Про поводу мечты. Слушайте, я уже об этом говорила. Что у мечты реально нет срока годности. Что если ты захочешь стать, ты станешь. Маш, как ты считаешь? Я тоже так считаю. Как моя старшая сестра. Вот. Ну, как бы, знаете, вот по поводу мечты. Это прям, ну, на отдельное видео история. Потому что, ну, все-таки, я уже об этом снимала. Что реально, как бы, ну, наоборот, надо мечтать. Нужно стремиться. И знаете, мне кажется, не все способны дойти до своей цели. Но идти все равно нужно, потому что это жизнь, это процесс. И мы должны как-то бороться. Да. По поводу одиночества, Маш. Почему сейчас так много одиноких людей? Спрашивает. Лианс. Красиво. Красиво. Почему так много одиноких людей? Боишься ли ты вообще одиночества? Одиночества я вот лично не боюсь. Потому что... Потому что у меня есть сестра, у меня есть подруги. Ты не чувствуешь себя одинокой? Я не чувствую себя одинокой. Никогда? Ну, вот нет. Даже порой хочется почувствовать. А вот все равно все рядом, да. Я не чувствую себя сейчас одинокой встать. Ну, такая. Ну, бывает же одиночество в толпе, знаешь, такое. Ну, типа, что у тебя есть все, и ты все равно... Ну, блин, Маш, ты счастливый человек. Блин, это пока что. Просто мне еще просто... Это 18. Маш, 18. Ну, реально. А мне сколько? Кстати, ребят, я в своем телеграмме выложила свои детские фотографии в честь такого знаменательного... Семейного мукбанга. Да, семейного мукбанга. Поэтому проходите в мой телеграм, там вы увидите мои детские фотографии без цензуры. Да. Не знаю, разрешите ли выложить Маше свои без цензуры. Да, я разрешила. Можно? Отлично. Ну, короче говоря, мне кажется, сейчас много одиноких людей, потому что есть интернет, есть возможность выбора, играть в компьютер или идти гулять, или кого-то приглашать на свидание, или учиться, или балбесничать. И от этого многие люди просто как будто бы немного ленятся общаться с людьми и идти на контакт. И поэтому как бы закрываются одни, знаете, а связи не устанавливают социальные, и потом просто одиноко становятся со временем. Но есть и те, кого, правда, сразу там, ну, не знаю, по какому-то признаку буллят. И это, ну, как бы... Ну, вы поняли, ребят. Блин, вы знаете, тут невозможно... Сейчас, Маша, стой, дай-ка я эти у нас закрою. Вы видите эти роллы? Надеюсь, да. Ну, ладно, всё. Это с угрём. И у девушки говоришь, что она похудела, а одиночество только стало сильнее. Знаете, что? Вот похудеешь, ты потолстеешь. Это вот как я в отпуск еду. Мне кажется, знаешь, я в отпуске буду самая счастливая. У тебя тоже что? Да, да, да. Типа ты на море приедешь, ты просто там будешь отрываться, ты будешь на море, ты будешь счастлив. А ты приезжаешь, и всё равно тебе там грустно, да? Да. Ну, лично мне, потому что, ну, типа не та форма, которую бы я хотела. Какая-то придумываешься какие-то, как бы, ещё проблемы, которые... Так, по сути, ну, типа не проблемы. И как бы это, как бы, куда бы мы ни уехали, как бы мы ни изменили своё тело, там не сделали пластических операций, твоя внутренность, она всё равно будет с тобой. И неважно, ты там, у тебя пятый размер груди или первый, там худая ты или толстая, если ты не уверена, ты всё равно будешь неуверенна, да? Да. Как бы это сможет чуть-чуть, конечно, поправить ситуацию, что там окружающие будут говорить, какая она красивая, ты будешь как-то вроде бодриться, а когда одна наедине с собой остаёшь, ты всё равно одинока. Ну, то есть, мне кажется, это так работает. И поэтому тут надо именно работать с глубинной причиной, почему тебе там одиноко, грустно и так далее. Да? Да. Я тоже так считаю. Корректно. Корректно. Ответили. Вкусные ролы. Вкусные вообще, да. Там собаку закрыли в комнате, он недовольный. Зато я довольна. Маша боится Чарли, кстати. Ну, чуть-чуть. Совсем. Какая же ты клёвая, нереальная. Спасибо. Это Джессика Нортон. Ей 26. Она, кстати, моя ровесница. И у нее было серьёзных отношений. Слышите, рычит. Хочет, чтобы выпустили. Она, кстати, про серьёзные отношения. Вот не было у девушки серьёзных отношений. Не знаю, ребят. Честно, у каждого своё. Но мне кажется, знаешь, когда вот дети-подростки, им не нужно запрещать там общаться с другими. Типа не встречаться, не целоваться. Когда подросток, мне кажется, он чувствует... Он учится общаться с людьми. И учится отношениям в том числе. И то есть, мне кажется, нужно ребёнку давать... Ну, как бы пробовать себя в этом. У нас было по-разному. То есть, тебе мама что-то, ну, как бы могла так запретить. Мне мама вообще жёстко меня прессовала. Да, но у меня вот уже такого не было. У Маши... Да, меня мама реально прессовала. Мам. Если ты смотришь, ты меня прессовала. Ну, я первый ребёнок, знаете, пробный. А у Маши... Не пробный. Её любили все, её никто там пальчиком не тронул даже. А тебя как будто бы не любили, ну... Ну, меня не любили, ребят. Ладно, я же чё. Ну, просто мама, когда уже появилась Маша, она стала более... Она повзрослела, да, мне кажется? Стала спокойнее. Опытней стала. Опытней, да. Ну, конечно. А когда я... Чарли... А когда я, ну, первый ребёнок... Ей, 20 лет. Бери вот эти, давайте отставлю. Вот эти какие вкусные. Понял? А, вкусные. Солёные... Вот эти тоже вкусные. Мы ещё, кстати, не все попробовали, да, даже? Угу. Вот так вот. Поэтому, как бы, тут причина того, что нет отношений, возможно, и в самих родителях. Возможно, тебе просто комфортно одной. И вообще сейчас, как хорошо, что, ну, людям, которым комфортно, одним, они могут жить без отношений. Но если ты это пишешь, значит, тебе некомфортно. Ну, попробуй, ходи на свидание. Есть такие темы, типа, свидание вслепую. Не знаю, мне кажется, это не рабочее, но, как бы, просто убить время и скоротать вот это вот одиночество, в принципе, можно. Слушайте. Джокер спрашивает. Джокер нонсенс. Блин, я уже всех вас знаю по никам, на самом деле. Она спрашивает, какую вы одну вещь хотели в себе изменить. Одну вещь. Честно, я даже не знаю. Я бы хотела... Я, честно, я бы хотела, чтобы я была худенькая. Прям вот, чтобы я была стройно-стройная. И могла есть, всё, хочу, не толстеть. А я бы хотела поменять нос немножко. У меня вот тут вот горбитка. От кого, правда, непонятно. Ни от мамы, ни от мамы. У меня тут тоже небольшая есть. Ну, у меня прям вот она порой очень сильно видна. Прям она, ну, вот выражена, прям, ну, вот ярко. Мне это не очень нравится. Ну, у меня тут у всех есть моменты. Я считаю, у Маши ничего не надо менять. Она красотка. Реально. Зачем? Вообще, по факту, все люди разные. И есть, конечно, идеальные люди. Есть они. Но мы же не они. Мы вот обычные с вами такие. Да. Надо себя любить. Надо себя любить, каким бы ты ни был. Ну, как-то становиться, конечно, лучше. Ну, прям уж себя не загонять, знаете, как-то сильно очень. Да, у меня нос картошкой. И что? И что? Люблю себя все равно. Она спрашивает, как вы думаете, что хуже, потерпеть неудачу или вовсе не пробовать, как думаешь? Попробовать. Да. А если будет больно, Маш, терпеть? Ну, как бы, опыт. Ну, реально так. Ну, так же так, кажется. Лучше пробовать. Потому что, ну, как бы вообще, я уже об этом сто раз говорила, типа, мы же не будем еще раз жить. Блин, реально. У нас дан один шанс. И надо пробовать. Вдруг получится. Хотя, что не получится, вероятность намного больше. Но нужно, если хочешь, чтобы получилось, с первого раза, возможно, не получится на 80%. Но там с 30-го раза получится, я думаю. Вот, поэтому пробуйте, конечно. Маш, ты экстраверт или интроверт? Фатима спрашивает. Скорее, интро, наверное. Интро? Ну, да. Ну, порой их экстра, ну, когда как, по настроению. А я? Ты экстра. Ой. О, вот. А мне кажется, я интро. Нет. Ну, ну, я люблю побыть одна. Ну, по крайней мере, на людях ты как экстра. Ммм. Ну, не знаю. Ну, на людях все правда экстра. Да. Ну, ты интро больше. Ну, как бы, ты спокойная больше. Ну, от ситуации зависит. Ты вот эти пробовала? Да. Вот эти. Я же честно, а вот эти. А вот эти ты пробовала? Да. А я не пробовала. А я пробовала. Маша, ты давала себе какое-нибудь обещание в новом году? М-мм. Вообще не так. Я только загадала желание. Только не говори, не сбыться. Ну, я не буду говорить. Ну, как бы, обещаний нет. А желание, вот скажи, оно, ну, типа, оно в отношении, отношение или успех, бизнес, там, учеба. Любовь или успех. Ну, скорее успех. Больше про успех. Ну, а что, любовь, она, это... Это, я думаю, не загадывается. Это вот так вот встретишь, значит, оно толку загадывает. Ну, да. По факту... Мы даже, мне кажется, ничего сегодня не будем вырезать, да, так хорошо едем? Ну, да, кстати, нормально. Да, по факту так и есть. Ну, и... Многие, кстати, страдают без любви. Типа, что вот один. Ну, можно пострадать, я не знаю, месяцок, но потом-то надо себе собирать и идти дальше. Заниматься чем-то. Я тоже так считаю. Ребят, поэтому не страдайте. Сильно уж, не надо убиваться. Никто не стоит ваших слез. О, боже. Никто. Даже отсутствие моих мебангов. Так. Жака спрашивает. Жак, еще раз привет тебе. О чем бы я никогда не стала говорить на канале? О чем бы? Ну, не знаю. Каких-то, ребят, наверное, личных тем. Прям очень личных. Типа, проблемы в семье, в отношениях. Ну, вот на данном моменте, мне кажется, я не готова об этом говорить. Ну, потому что это как будто бессмысленно. Ну, как-то проблемы выносить, ты уже эту проблему можешь, ну, там, позабыть через день. А люди... А комментаторы будут бить. Ты посмотри. Есть такое. Это, знаете, как говорят, что, типа, в отношениях, если ты там с парнем встречаешься, не нужно все рассказывать маме. Ну, да. Типа, ты что, ты с парнем помиришь, а мама будет помнить, какой она у тебя там плохой. А если мама ему рассказывает? Ну, нужно делиться, да, с родными и близкими, но по-умным. Да, прям вот всю правду матку, конечно, лучше не рассказывать. Если ты, допустим, думаешь помириться с парнем, то лучше, да, там не стоит прям слишком сильно унижать при родственниках. Вот. Какие твои табу в дружбе? Ты понимаешь этот вопрос? Табу в дружбе? Что это вообще значит? Ну, то, что я не потерплю. Ну, да, для меня табу в дружбе. Я даже не знаю, что это такое сложное вопрос. Ну, табу, что? Оно одно, это предательство какое-то. Ну, хотя табу это то, что, типа, я бы не... Ну, блин. Типа, знаешь, что тебя за нос и кусит? Да. Это табу, это нельзя. Ну, да. Ну, типа... Табу, у меня лично табу в дружбе, чтобы меня не доканывали. Не люблю, когда меня достают, знаешь, звонками. Ну, да, типа, ой, что ты меня что не любишь? Чего ты не берешь трубку? Ну, все, позабыла. Мне кажется, друзья должны понимать, что должно быть личное пространство. И, ну, нужно давать, да, там, возможность жить. И, типа, ты же не можешь только с друзьями постоянно видеться, тусить. То есть, ну, для меня вот это... Ну, тяжело не сказать, что это табу просто тяжело переносить. Такое давление. У меня так же, да. Да? Ну, так, в принципе, у меня все хорошие подружки. Мне тоже. Маш, а ты легко отпускаешь людей тоже спрашивать? Нет. Тяжело? Ну, да. Тяжело. Ну, конечно. Ну, как вот, как можно отпустить легко человека? Мне кажется, это всегда... Ну, мне кажется, легко, если... Ну, профессионный период, вот этот, ну, пройдет. Мне кажется, легко, если все равно на человека. Да. Но когда не все равно, уже тяжеловато. Страдаешь. Ну, прям. Ну, чуть надо просто, нечестно, пострадать. И что? Ну, да. Недельку-две. У тебя много подруг? Ну, если пять, это много? Ну, много. Много? Нормально. Ну, пять, но это самые-самые близкие. Прямо такие самые-самые мои. Вот пять. Пять это вообще? Петерка моя. Это вообще мои самые лучшие девочки. У меня две. Три, не больше. Ну, не знаю, как-то с возрастом. Я просто сама по себе очень закрытая. Не то, что я реально экстраверт, я люблю туда веселиться. Но в то же время мне как-то тяжело постоянно поддерживать связь, если вы не понимаете, о чем я говорю. Ну, вот у меня такого не было. Мы с девочками со школы. И как-то, ну, вообще, как родные, значит. Это вкусно не попробую. Это же невозможно елать. Вот она. Вот она я. Отсутствие опыта сноровки. Надо сестрю почаще звать на мукбанге. Надо. Я думаю, она согласна. Она долго отказывалась, на самом деле, от мукбанга. Мы ее заставили. Ребят, тут реально, только попробуешь в мукбанге раз сняться. Потом. Кстати, если вдруг хотите, чтобы моя сестра звала свой канал про мукбанге, или про что угодно, пишите. Может быть, и мы это вырежем. Не знаю. Вопрос еще от Жаки, что близка ли я к своей маме. Ну, а давай ты расскажи, ты близка? Вообще, по твоему мнению, кто из нас ближе к маме? И как вообще? Вообще, я пожилю. Чарльз. Ну, я думаю, мы все обе к маме близки. Но мне кажется, Маша чуть ближе с мамой, потому что она младшая сестра, и у них как-то такой теснее коннект. Я все-таки уже как будто бы взрослая. Вылетела из гнезда. Мне кажется, так. Вот, поэтому... Но у меня с мамой очень тоже хорошая тесная связь. И с папой тоже хорошая тесная связь. И с возрастом как-то... Я как будто больше их начинаю ценить, знаете? Маш, есть такое, что приходит и по осознанию, что там это мама. Ну, да. Что она такая ценная, что она одна. Ну, конечно, когда ты переезжаешь, мне кажется, это ощущается особенно. Ну, особенно, да. Когда вы как-то редко видитесь. Конечно. У многих ребят такая проблема, что они уехали, и... Ну, родители остались. Ну, на самом деле, да, мне бы хотелось жить вообще в большом доме с мамой, с Машей. Чтобы мы все вместе жили, и там, ну, как бы... Это было бы классно. Типа сила семьи, знаете, такая, чтобы чувствовалось. Вот, конечно, не хватает, потому что мы с мамой в разных городах. Хотелось бы реально жить прям по соседству, да, в соседних квартирах. Было бы идеально. Что, еще по одной закругляемся, да? Я уже не могу. Ребят, ну что, еще по одной и закругляемся. Маша, вот эти очень вкусно-то пробовала. И вот эти вкусные с огуром. Я попробую... Я вот эти не пробовала еще. Все, последние, ребят. Ну, реально наелись. Мне кажется... Да, я очень сильно... Будем эти роллы есть еще, как бы, несколько дней. Вкусные роллы, вкусный суши, нормально. Реально. Я ела как-то о суши. Кстати говоря, по кашеварям даже меня в своем стриме вставил. Я офигела. Да, меня все обхейтили. Но тут нежнее рис, как будто бы. Ну, короче, мне вот эти как-то взошли вкусные суши. М-м-м. Все. Мы наелись. Маша, прощайся с подписчиками. Я с вами прощаюсь. Ну, это на пока что, наверное. Скоро. А может и нет. Мы еще с вами увидимся. С ними, может, корон доги вместе. Короче, рубрика с сестрой у нас будет. И знаете, ну, я думаю, может быть, мы будем как раз-таки устраивать вопрос-ответ, что-то такое. Типа, знаешь, взгляд на вопрос с двух сторон. Мне кажется, это особенно интересно и ценно. Даже, кстати, будет интересно, я думаю, про жизнь подписчиков поговорить. Потому что мне, честно, одно тяжеловато рассказывать про жизнь подписчиков. Поэтому, как мы только еще снова соберемся, снять совместное видео. Я думаю, можно опубликовать будет пост, попросить, чтобы кто-то прислал. И разобрать, допустим, две-три истории. Будет тоже интересно. Ребят, спасибо большое, что с нами поели. Просто посмотрели это видео до конца. Вы лучшие. Подписывайтесь на мой телеграм. Там у меня уже фоточки без цензуры. Без цензуры. Все. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok